Добро пожаловать на сегодняшний подкаст, посвященный долгосрочным преимуществам менопаузальной гормональной терапии, а также риску развития метаболического синдрома. Этот выпуск является частью серии подкастов, поддерживаемых компанией Эббот. Ответственность за его содержание несет исключительно Европейское общество по менопаузе и андропаузе, и МАС. Все наши выпуски доступны на английском, испанском, севернокитайском и русском языках на любой из популярнейших платформ. В сегодняшнем выпуске Ирен Ламбрино-Даки, профессор эндокринологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистри, Греция, главный редактор журнала Матуритас и директор по научным исследованиям Европейского общества по менопаузе и андропаузе расскажет нам о влиянии менопаузальной гормональной терапии на риск развития метаболического синдрома. Менопаузальный переход обусловлен неблагоприятным кардиометаболическим профилем и изменением характера перераспределения тканей, что стимулирует висцеральное ожирение и повышает резистентность к инсулину. Во время менопаузального перехода также уменьшается мышечная масса тела. Подобные изменения в составе тканей повышают риск развития диабета второго типа. При этом в постменопаузе наблюдается рост уровня холестерина ЛПНП и снижение уровня защитного холестерина ЛПВП, что оказывает влияние на артериальное давление без какой-либо связи с возрастом или менопаузой. Это способствует увеличению гипертонии в первые годы после менопаузы. Таким образом, менопауза является фактором риска, связанного с развитием метаболического синдрома. Этот термин описывает группу отклонений, к числу которых относятся абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, снижение уровня холестерина ЛПВП, повышение уровня триглицеридов и концентрации глюкозы в крови. Для подтверждения метаболического синдрома требуется установить наличие хотя бы трех из этих признаков. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что женщины в постменопаузе подвергаются в три раза более высокому риску развития метаболического синдрома и абдоминального ожирения по сравнению с женщинами в пременопаузе, о чем свидетельствуют результаты оценки возрастных показателей и ИМТ. В постменопаузе риск увеличивается с возрастом. Стоит отметить, что риск абдоминального ожирения является наиболее высоким в течение первых пяти лет после менопаузы. Хирургическая менопауза, в отличие от естественной, также связана с повышением риска метаболического синдрома на 50%. В целом, эстрогены оказывают благоприятное влияние на липидный профиль, поскольку снижают общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП, одновременно повышая защитные концентрации холестерина ЛПВП. Влияние, оказываемое триглицеридами, зависит от способа введения. Эстрогены, вводимые перорально, повышают концентрацию триглицеридов, однако в случае их трансдермального введения никакого эффекта не наблюдается. В целом, прогестогены почти не влияют на вызванное эстрогенами снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП. Но в случае, когда речь идет о повышении защитного холестерина ЛПВП, обусловленном эстрогенами, дело обстоит иначе. Степень этого эффекта зависит от типа прогестогена. Он должен проявлять более мягкое действие по отношению к прогестерону и этерогестерону, и более выраженное по отношению к медроксипрогестерону и наротестерону-ацетату. Менопаузальная гормональная терапия предотвращает обусловленное менопаузой увеличение общей и абдоминальной жировой массы тела. У женщин в постменопаузе без диабета менопаузальная гормональная терапия повышает резистентность к инсулину и позволяет сократить риск возникновения сахарного диабета второго типа на 30%. Кроме того, менопаузальная гормональная терапия улучшает контроль уровня глюкозы у женщин с диабетом. Влияние на метаболизм глюкозы в большей степени проявляется при пероральном, чем при трансдермальном введении гормонов. Наконец, менопаузальная гормональная терапия повышает эффективность поток опосредованной дилатации, которая позволяет оценить эндотелиальную функцию и снижает артериальную ригидность. Таким образом, если данная терапия назначается для устранения симптомов менопаузы с целью профилактики остеопороза, она также окажет благоприятное влияние на кардиометаболический профиль, что обусловлено улучшением липидного спектра, углеводного метаболизма и состояния эндотелия. Сегодня профессор Ирен Ламбринудаки рассказала нам о влиянии менопаузальной гормональной терапии на кардиометаболический профиль. Спасибо, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, эта информация будет полезной для вашей клинической и исследовательской деятельности. Берегите себя.